Всемирный фонд дикой природы сообщает, за первые 20 лет третьего тысячелетия мы уничтожили лес размером с целую страну Марокко. Но справедливости ради, на бумагу из 10 срубленных деревьев идет всего одно. Сырьевой лес ускоренно растят на плантациях, в основном в Америке и Китае. Джуриану Кэмпу и это как пилой по сердцу. Вот этот журнал, который я держу в руках, сделан не из бумаги. Ни одно дерево при его производстве не пострадало. Ни вода, ни деревья для его создания не понадобились. В своем журнале издатель из Калифорнии пишет не о проблемах, а об их решениях. Он тиражирует только те идеи, которые достойны лучшего будущего. Потому что слово на этом глянце едва ли вырубишь топором. Ни на вид, ни на ощупь журнал Кэмп Солюшн не отличается от обычного. Только вот его страницы говорят труднее порвать и промочить практически невозможно. В общем, он вечен, как скрижали Моисея, потому что тоже сделан из камня. Берем любой щебень из заброшенных шахт. Для белой бумаги подойдут отходы мрамора, для картона любой другой породы. Так или иначе, это карбонат кальция. Измельчаем и смешиваем со смолой или полиэтиленом низкого давления. Пропорции 4 к 1. Так вкратце выглядит рецепт каменной бумаги, который придумали в Тайване. Я думаю, нам пора вернуться в каменный век, хоть ненадолго. Генри Лянгу долго было не до шуток. Его фамильный бизнес 30 лет пытался избавиться от комплекса вины. До этого мы успешно создавали и продавали машины для производства пластиковых пакетов. Все эти полиэтиленовые мешки, которые продают в супермаркетах. И в 1990-м, то есть где-то 30 лет назад, мы уже думали о том, чтобы сделать что-то другое. Не только экономически выгодное, но и экологически правильное. С тех пор, как в 105-м году нашей эры ученый китайский вельможа Цань Лунь сварил и высушил на солнце смесь тутовой коры, конопляного масла, шелка и золы, утекло много воды. И, как ни странно, именно вода, а не деревья, оказалась самым трудновосполняемым ингредиентом в этой традиционной рецептуре. В нашем производстве не используется вода вообще, только для охлаждения машин. В то время как для обычного производства одной тонны бумаги нужно 20 тонн воды и 20 деревьев. Что еще плохо в традиционной схеме, так это большое количество отбеливающих и других химических материалов, которые приводят к загрязнению воды и воздуха. Мы стараемся полностью избавиться от этого. Благие намерения уже 10 лет как поставлены на конвейер. Две бумажных фабрики в Азии производят всякую канцелярскую мелочь. От визиток и блокнотов до журналов и буклетов. У американских заказчиков есть идея масштабнее. 50% мирового рынка бумаги приходится на упаковку. А главным упаковочным материалом является картон. Эту прочную толстую бумагу мы используем для коробок и посылок. А что если мы заменим все эти 50% на картон из камня? Это же прочнейший материал. Обычную бумагу можно перерабатывать 5-6, ну допустим 10 раз. Потом волокна истощаются и надо рубить новое дерево. Каменная бумага сделана из минералов, которые не разлагаются со временем. Их можно перерабатывать бесконечно. Патенты на каменную бумагу уже купили 40 стран мира. Там, где нет лесов, полей и рек, но есть понимание, что к 30-му году потребность бумаги удвоится, а традиционные ресурсы для ее производства сократятся. Сейчас наша бумага стоит на 40% дороже обычной. Но как только мы начнем строить фабрики по всему миру, она станет на 20% дешевле. Это займет время. Мы делаем один шаг за другим. Следующий шаг тайваньской компании – выход на американскую биржу. А пока калифорнийский издатель ищет выход на одного человека. Им есть о чем поговорить. Если вы дадите мне телефон Безоса, я позвоню ему сразу после нашего разговора. Елена Мещерякова, Наталья Латухина, Дмитрий Вершинин. Настоящее время. Америка.